В этом видео мы поговорим об уровнях и типах требований. И начнем мы с краткого обзора вот такой достаточно большой картинки, где показано, что требования могут разделяться на уровни. Это будет вертикальная классификация. И они могут разделяться на типы. Это будет горизонтальная классификация. Как вы видите, типов здесь очень-очень много. Мы их так можем буквами обозначить в общем и целом. При этом, естественно, наш курс, который является кратким введением в тестировании, не может полностью охватить в деталях, в подробностях все это многообразие. Для тех из вас, кто хочет получить более подробную информацию, рекомендуется ознакомиться с вот этой книгой, в которой, естественно, на протяжении 500 с лишним страниц гораздо более подробно показано все то, что нарисовано на предыдущей картинке, которая как раз таки и сделана на основе этой книги. Мы же с вами будем смотреть на более упрощенную модель, где опять-таки поговорим об уровнях требований. Это будут вот они. И поговорим о типах требований. Это будет вот такая горизонтальная классификация. Итак, приступим. Первое, с чего обычно начинается работа над проектом, это формирование бизнес-требований. Соответствующая картинка, которую вы только что видели, все время будет справа для того, чтобы вы помнили, о чем идет речь. Итак, бизнес-требования. Они, в общем и целом, показывают цель, задачу, ради которой продукт будет разрабатываться. Можно так поэтично сказать, что как мир станет лучше от того, что этот продукт появится на свет. Здесь, внизу, на этом слайде, как и на многих следующих, приведены небольшие примеры. Да, они вырваны из контекста. Это совершенно отдельные фразы. Но, тем не менее, они все равно дают возможность понять, как могут быть сформулированы требования на данном уровне. Технологически это все оформляется в виде документа, который обычно называется «Видение проекта». Или по-английски «Project Vision and Limitations». Почему здесь еще добавлено «Limitations»? Потому что достаточно важно подчеркнуть, где проект заканчивается, чтобы не возникло такого явления, как размытие границ. Попробуем пояснить это на простом примере. Допустим, заказчик хочет, чтобы мы ему создали интернет-магазин. Корзина и так далее, товары. Но здесь же можно вспомнить, что есть и складской учет, и логистика, и управление кадрами, и бухгалтерия. Так вот, где заканчивается этот веб-сайт? Где заканчивается проект? Что мы делаем, что нет? Это все стоит подчеркнуть «Project Vision and Limitations». Следующий уровень требований, который появляется после того, как с глобальным подходом мы разобрались, это пользовательские требования, которые показывают, что пользователи в разных ролях могут делать с системой, и как система будет реагировать на те или иные действия пользователей. Опять-таки, внизу есть некоторое количество примеров. Как все это оформляется? В классическом подходе будут использованы так называемые «юзкейсы». Тем не менее, этот подход нынче практически является устаревшим, мало кто рисует сейчас «юзкейсы», поэтому гораздо чаще вы увидите в гибких методологиях то, что называется «user stories», которые формируются, формулируются чаще всего по принципу «я как кто делаю что зачем». Допустим, я как администратор выделяю несколько статей для того, чтобы все их одновременно утвердить, отклонить, удалить. Следующий уровень, о котором мы будем говорить, как раз-таки будет разделяться уже на два подхода, на два типа. И поэтому сначала мы очень кратенько посмотрим на эти два типа, а потом вернемся к более подробному рассмотрению. Это будет тип раз «функциональное требование» и «нефункциональное требование». Функциональное требование показывают, что некая система должна делать. «Нефункциональное» показывают, как эта система должна это делать. Для пущего пояснения, вот вам, пожалуйста, два примера. В примере первом мы говорим, что птица должна летать, это функция. «Высоко» — это нефункциональная составляющая. Певец должен петь, это функция, красиво, это нефункциональная составляющая. Особенно важно подчеркнуть, что если по какой-то причине мы забыли, упустили вот эту вот нефункциональную часть, мы рискуем получить, давайте прямо на этих примерах, птица, которая летает, ну так, полметра пролетает и все. Наверное, это не та птица, которую у нас заказывал заказчик. Ну и, соответственно, если певец просто поет каким-то противным голосом, наверное, это не то, что хотели слушатели, пришедшие на его концерт или купившие его альбом. Поэтому нефункциональная составляющая все-таки очень и очень важны, без них станет намного-намного хуже. Теперь же, если еще раз вернуться и чуть-чуть более подробно посмотреть. Итак, функциональное требование, некое поведение системы. Вот, пожалуйста, опять-таки, примеры. Как вы видите, проверить некое свободное место, автоматически забыкапить что-то, там, некий адрес проверить согласно стандарту такому-то. Все это поведение системы. Если же говорить о нефункциональных составляющих, то это чаще всего вопросы удобства использования, безопасности, надежности, расширяемости, производительности и так далее. При этом обратите внимание на следующий факт. Здесь, например, несмотря на то, что мы говорим о таких вроде бы абстрактных вещах, как безопасность, изобилики и так далее, все равно здесь мы всячески стараемся опираться на какие-то числа. То есть, даже эти требования не могут быть сформулированы в каком-то субъективно-абстрактном виде. Например, нельзя написать, что должен быть красивый пользовательский интерфейс или понятный пользовательский интерфейс. Потому как для каждого человека красивый и понятный пользовательский интерфейс – это что-то свое. Если же мы выражаем идеи в виде чисел, формул, каких-то строгих формулировок, то в конечном итоге всем и программистам, и тестировщикам, и иным участникам проекта становится понятно, о чем идет речь. Исключается возможность какого-то взаимонепонимания. В конечном итоге проект работает хорошо, потому что у нас есть весь вот этот вот замечательный перечень требований. Исключается.